Здравствуй, мой дорогой друг! Нам будущие домовладельцы постоянно задают один и тот же вопрос. Очень часто. И звучит он так. Уложусь ли я в строительстве за один строительный сезон? И обычно мы на это говорим. Уложитесь в могилу, а вот дом не построите. И сейчас мы будем с тобой разбираться, сколько действительно нужно времени на строительство частного дома, чтобы им можно было пользоваться. Мы с тобой выясним сначала, что такое дом, что мы понимаем под строительством, что мы должны получить в итоге. Поэтому разберем конкретно технологии, такие как легкое домостроение, каменное домостроение, какое-нибудь каркасное домостроение. Сколько каждый тип занимает по времени. И как ты понимаешь, при этом обязательная ремарка, мы должны обозначить тот факт, что очень часто люди что-то ждут, ожидания, такие влажные мечты. И чаще всего банальная реальность. И вот по таким параметрам мы и будем с тобой разбираться. Это будет, к сожалению, не очень быстрый выпуск. Кому-то немножко погрустнеет, кому-то повеселеет. Но в любом случае рекомендую себе что-нибудь налить. Не, ну давай пока не все так плохо. Давай воды. Начинаем. И прежде чем разбираться, нужно напомнить, что такое дом. Это не просто коробка. Это еще в идеале внешняя отделка. Подведенные внешние и разведенные внутренние коммуникации, черновая отделка, какая-то простейшая, чистовая, плюс какое-то минимальное благоустройство, ну в виде хотя бы забора и какой-то подъездной группы. Вот этот вот минимум и является по факту домом. Потому что им можно уже пользоваться. Те люди, которые считают дома коробками, а так очень любят считать именно состройщики, профессиональные строители, говорят, вот вам дом построим. Это всего лишь полуфабрикат. Это не дом. Дом это там, где живет семья. Для меня это это. И при этом мы обязательно должны учитывать еще один факт, что мы не говорим про какие-нибудь дачные домики, что-то вот такое временно-сезонное или там быстровозводимое, которое выдают бытовки, я имею в виду, там контейнеры вот эти хуйни за дома. Это не дома. Мы уже об этом говорили не в одном ролике. Мы говорим про хорошее капитальное сооружение, в котором уровень комфорта проживания сопоставим с хорошей современной городской квартирой. Ибо если ты у себя в доме не можешь создать условия аналогичные того, что у тебя в квартире, то нахуй он тогда и нужен, этот дом. Если у тебя будет такой дауншифтинг. Хотя сейчас вроде как бы модное течение. Или как? Ну да или нет? Ну это когда люди там продают квартиру на Тверской, а едут в деревню икуру разводить, там и живут натуральным хозяйством. Есть такая хуйня. Но все-таки люди стремятся к комфорту, чтобы улучшить свой образ жизни, чтобы им было... Кайфово. По кайфу. По кайфу. В любом случае люди делают что-то для того, чтобы улучшить свои условия жизни, качество жизни улучшить. Все, что ведет к ухудшению качества жизни, наверное, даже не имеет смысла рассматривать. Поэтому определились. Дом это там, где живут люди. И это сопоставимо по комфорту с проживанием в хорошей современной квартире. Плюс участок. Вторая водная, которая должна быть. Будем считать, что проект у тебя уже есть. Почему тебе проект не нужен? Это вот, собственно говоря, вот здесь мы рассказывали, и это можно уже посмотреть. Мы все определились. Проект у нас есть. Дальше. Следующий этап. Когда ты вроде бы уже готов строиться. Что нужно делать? И тут сразу говорят, надо выходить строить. Нет, немножко не так. Первоначально нужно подготовить участок к строительству. Прежде чем приступать вообще к строительству, нужно сделать определенный вообще порядок действий. Первое. Это обеспечить электричество. На участке без него нельзя. Получить воду. Каким-то образом привозную. Подготовить подъездные пути. Оградить участок. Подготовить какие-то необходимые бытовки. Сделать, в конце концов, нормальный въезд. В принципе, если ты хочешь подробно, вот, пожалуйста, в этом выпуске мы это все по пунктам раскладывали. Если тебе будет интересно, то ссылку мы повесим в описании, Артем. Все, что я упоминаю, в описании. Но, как я говорил, мы будем оптимистами. Бабки есть. Поэтому считаем, что мы подготовительные работы аж за месяц прям спокойно уложились. Подготовительные работы. Стройка еще не начата. Второе. Что я еще по параметрам буду считать дом? По сроку строительства. Мы берем за базу дом площадью 150-200 метров в 1-2 этажа. Никаких усложнений в виде эркеров, сложно сочиненных, кровель. Плюсом, что у нас там еще? Подвалы. Что? Подвалы, эркеры. Статуи архитектурные всякие. Ну, там... При этом мы обязательно отмечаем, что никаких архитектурных, скажем так, украшательств избыточных или там каких-нибудь усложненных нет. Никакой там фигурной лепнины. Это все оставили для тех, кому там... Это что-то на богатом. Да, это что-то на богатом, согласен абсолютно. При этом мы обязательно должны сказать, что участок ровный. Он никакой сложного рельефа. Там всегда начинаются проблемы. При этом под домом нет никакого подвала. Это дополнительное увеличение сроков. Нету никаких сложно сочиненных форм. Он не геморройный. Никаких эркеров, никаких мансард. Все достаточно просто, относительно прямоугольное. Нормальная, качественная, спокойная, современная отделка. Все. Иными словами, дом хорошего, среднего уровня. Окей, зафиксировали. Вводные мы дали за месяц. Мы уже, в принципе, подготовили участок. Завезли бытовочки, все такое. Нам надо строить. И первое, что мы должны сделать, нам нужны строители. Поиск строителей, как показывает практика, занимает от месяца до года. А этот срок почему-то никто не считает. Напоминаю тебе, что бригады, которые работают хорошо, у них всегда очередь. Причем на достаточно большой период времени. У нас, нашего коллегу и друга Александра, расписывают на год-полтора вперед. Да, вот такие реалии. Вообще, правилом хорошего тона, когда ты занимаешься проектом, ты уже подбираешь все строителей. Чтобы момент, когда у тебя сойдется проект и время строительства, они совпали. И у тебя бригада уже подошла, и проект на руках, и у тебя все хорошо. И все уже работают. В идеале такая договоренность. Но, если ты заранее об этом не озаботился, как я уже сказал, поиск строителей может занять от месяца до года. Легко. И даже этот срок мы уменьшим до месяца. У нас, получается, два месяца уже готово. Иными словами, получается, что во влажных мечтах, простите, в ожиданиях, люди ставят ноль, вот эти подготовительные работы, потому что про них забывают. А в реальности это минимум два месяца. По-хорошему, надо бы считать 3-6. Ну, давайте. Мы заранее посмотрели это видео, подготовились, и у нас уже все подготовлено. Два месяца накинули. Подготовительные работы, поиск бригады. Далее, вот здесь вот этот срок будет плюсоваться ко всему остальному времени строительства. В зависимости от технологий, применяемых в строительстве же дома, будет отличаться и срок этого строительства. Джон, смотри фильм. Обычно считают три крупных этапа. Это нулевой цикл, это фундамент и какая-то цокольная часть. Потом стены с перекрытиями. Третий этап – это кровля. Следующий этап в виде отделки мы пойдем уже в следующий этап. Это мы сейчас собираем коробку. Сколько времени нужно для коробки различных типов фундаментов. Начнем прям с самого низа, с самого дна. Винтовые сваи. В интернете ты найдешь 1-2 дня, готовую вам завинтить. По факту, если немножко углубиться в вопрос, если они есть на складе, а их может не быть необходимого количества, плюс должна быть свободная бригада, плюс подготовленная площадка, плюс-плюс-плюс, не 1-2 дня, а в реале это занимает в среднем 2 недели. Потому что кроме того, что их завинтить, с ними нужно еще провести определенную манипуляцию. Хрен бы с ними. Забивные сваи. Точно такой же период действия в виде подвоза, забивки. Хотя они, забивные сваи, так же как и винтовые, по сути за 1-2 дня бьются. Но подготовительная работа занимает время. Поэтому его тоже необходимо учитывать. Фундаменты, которые относятся к мелкозаглубленным. Плита и мелкозаглубленная лента. Опять же, кроме стоимости, люди думают, что их залить 5 дней. Но по факту и часто строители те же самые говорят, что там плиту за неделю сделают. Чуть-чуть посложнее. Такие мероприятия, как копка котлована, необходимые мероприятия в виде засыпки песка, трамбовки, подготовки площадки, установки опалубки. Вот эти подготовительные работы занимают в среднем 10 рабочих дней. Плюсом есть такая штука, как арматура. Понятно, что в плите ее будет побольше, ее будут вязать на прям месте монтажа плиты. А если это будет мелкозаглубленный ленточный фундамент, каркасы заготовят заранее. Это точно так же уложится вот в эти 10 дней. После того, как у тебя готово основание, арматурный каркас, все подготовлено, тебе происходит заливка. Вот заливка происходит быстро. Это реально один день. Почему мы считаем всегда один день? Правильно. Хотя миксер-то работает 2-3 часа, даже вот на дом такой, в достаточно большой площадь. Но начинаются такие веселые штуки, как накладки, доставки. Это песня. Особенно в СИЗО. Можно миксер ждать неделю. После того, как мы это все с тобой залили, бетон на основании, нужно что? Правильно набрать прочность. В принципе, уже на третий день при плюсовой температуре и правильном уходе за бетоном, можно что-то уже начинать потихонечку собирать. Но по факту нужно подождать хотя бы 7 дней. Потому что за 7 дней у тебя наберется там реально до 70% прочности. И вот тут очень интересный момент, который холиварный. Надо ли отстаиваться фундаментом? Я тебе сейчас не скажу. Будем считать, что строим безразрывно. Каким-то фундаментом надо, каким-то типом домов надо, а кому-то не надо. Но это тема для отдельного ролика. Поэтому, пожалуйста, ставь лайк, подписывайся, вваливай колокольчик. И до этого тоже мы с тобой дойдем. У нас мелкозаглубленные фундаменты, есть фундаменты уже глубинного, так сказать, залегания. Это лента на всю глубину. Либо такие фундаменты, как свай на ростверковой, или на забивных сваях, или на буронабивных сваях. Так какая хрер разница? Иными словами, мелкозаглубленные фундаменты это ожидание 7 дней, по факту 21 день. Зафиксирую. Более брутальные фундаменты занимают чуть побольше времени. Народ обычно говорит, ну за 2 недели так же мы все сделаем, плюс там отстояться, там окей, 20 дней. А мы, как показывает практика, обычно говорим полтора месяца. Потому что сложные фундаменты, кроме там забивных, они попроще. Там возникают такие интересные вещи, как опалубка, которую нужно делать, с ней нужно уметь работать. Второе. Более-менее квалифицированные бригады, их тоже нужно как бы задействовать. И бывают отдельные бригады монолитчиков. Третье. Большое количество земляных работ в ленточном фундаменте. И задействование сложной техники в свайных фундаментах, потому что нужно подождать. И самое прикольное, тот фактор, который никто никогда не учитывает, погодный. Если вы валитесь в дожди, то вам никакой фундамент не зальет. Более того, некоторым фундаментом может настать пи***я. Например, УШП. По факту, все тяжелые или сложно сочиненные фундаменты, это где-то полтора месяца. Это фактический срок. Никакие две недели не получаются. Полтора месяца. Все. Зафиксировали. И это в идеальных таких, удачных стечениях обстоятельств. После того, как мы сделали непосредственно фундамент, нам нужно сделать перекрытие цоколя. И это дополнительно еще определенный срок. Если, теоретически, ты делал плиту, почему за нее так утопят, у тебя перекрытие цоколя не требуется. Если у тебя лента неглубокого залегания или глубокого, или свайно-росорковой, там нужно будет сделать какие-то перекрытия. Какие-то ключевое слово. Они могут быть у тебя, напоминаю, железобетонные, которые ты привезешь сверху, положишь. Ты можешь сделать полы по грунту, ты можешь сделать деревянные перекрытия. Кто во что гораст, это в среднем, даже причем независимо от всех этих типов, занимает примерно 10 рабочих дней. С учетом логистики, доставки, песка, заказа на заводе, это люди себе представляют. А в реальности вваливаются немножко в другие вещи. Например, в строительный сезон заказать плиты перекрытия нужно заблаговременно, желательно за 2 месяца. Не за 5 дней, не за 10, а за 2 месяца уже встать в очередь. Если ты это не сделаешь, ты правильно постоишь 2 месяца. В любой строительный сезон мы попадаем ровно все время в одну и ту же историю. На заводе стоит очередь из фур и их выгребают плиты. Или, к примеру, если ты делаешь полы по грунту, здесь побыстрее. Плиты, сколько я сказал, за 2 месяца заранее заготовили? 10 рабочих дней. Потому что у тебя будут все равно транспортные накладки. И плюсом самый главный момент, что или они деревянные, или полы по грунту у тебя придется столкнуться с такой штукой, как логистический ад. Хорошо, мы будем реалистами, заранее обо всем подумали, с логистическим адом разобрались. 10 рабочих дней учли. А люди, которые живут в мире розовых пони, они считают ноль. Они почему-то забывают про этот период вообще. И даже никто и не учитывает. Идем дальше. У нас есть нулевой цикл готов. И напоминаю, что это тот случай, когда можно остановить строительство. Безболезненно. Далее мы поднимаем стены. В зависимости от типа домостроения будет разный срок строительства. Первое, что мы берем, это дома из бруса и бревна. Да, такие дома не часто делают 150-200 метров, хотя бывает. И это сразу не типовой размер. Тебе необходимо заранее заказать изготовление. И хорошо, если ты озаботился еще это по осени предыдущего года. И заказал, и тебе сделали зимнюю рубку и подготовили твой домокомплект. То привезут его тебе на участок и соберут достаточно быстро. Ключевое слово, достаточно быстро. В принципе, это может занять до 5-10 рабочих дней. Прямо с доставкой бригада приедет, все-таки объем рабочий большой. Но тут есть маленький нюанс. Если ты не сделал это заранее, ожидание на заводе изготовления будет от 3 месяцев. Такие сроки. Причем это, опять же, вне сезона. Перестраивать ради тебя красивого свою производственную линию никто не будет. Поэтому от 10 рабочих дней у тебя срок может совершенно превратиться от 3 месяцев. Легко и непринужденно. Поэтому заказываем комплект себе заранее. И не забываем тот немаловажный момент, что дом после того, как его собрали из бруса и бревна, должен отстояться. Добавляем год. Технология. Хуй поделаешь. И здесь у нас прям такой первый выстрел в колено любителям-самостройщикам, которые думают, что бревенчатые тебе собрали, и ты можешь там уже жить. Нет хуйки там. Дерево садится. Причем существенно. Может сесть. Ладно, есть у нас один самостройщик. Страдает. Скоро его увидишь. Так вот. Скоро мы его покажем всему миру. Одного самостройщика. Напоминаю тебе, что деревяшка может сесть до 10 сантиметров на 1 метр высоты. Легко. Все зависит от качества древесины. Ну хорошо. Это мы поняли. Деревянный дом собирается в идеале за 2 недели, но стоит еще год. Поэтому давай 13 месяцев. Это реальность. Специально для определенной категории людей должны сделать пометку, что вот эти вот оптимистичные мои 13 месяцев могут превратиться спокойно и в 2 года. А может быть даже в 3. Все зависит от качества исходного сырья и рук, которые это делали. Могут просто говно напихать. И не забываем, что деревяшку накрывает временной кровлей. Временную, которая потом никуда не уйдет. Ничего хорошего от нее не останется. А во влажных мечтах все люди считают, что деревянный дом в 2 недели. Класс. Стеновой комплект, который собрали очень быстро в деревяшке, превращается не очень быстро. Ну хорошо. Берем следующее. Все крупноформатные блоки. Любые. Я сейчас не беру конкретно. Помнишь, драгблок наш драгблок. Здесь выкладка стен под дом 150-200 метров занимает в идеальных условиях, как опять же многие строители будут говорить, до месяца. Но как обычно в реальной жизни это занимает 3 месяца. Потому что, во-первых, читай, на складах нет материалов. Пару лет назад мы с этим офигенно столкнулись. Плюсом, у тебя может бригада, которая попала в разрыв строительства, уехать и ты ее сидишь ждешь. Плюсом, у тебя могут возникнуть неблагоприятные погодные условия. Блин, на дно и га ехать, где это сухо все время. Но в средней полосе России постоянное стихийное бедствие, дождь. И он может завалить на несколько недель. В это время класть нельзя. Причем, никакие материалы. Их просто нужно укрыть и сидеть, ждать, курить бамбук. Строители могут уехать на какой-то момент. И вот эта поставка и реальная работа приводит, как показывает практика, 2-3 месяца. Ну, мы что, давай, наверное, будем все-таки оптимисты? 2 месяца заложим. Во влажных мечтах месяц, а? Я 3 написал. Ну, там надо 2-3. Ну, 2-3 тогда. Да, 2-3 месяца. Ну, мы как бы реалисты. Реалисты? 3. Оптимисты. Оптимисты? 2. Так, 3 или 2. Ну, кто-нибудь, Тоня Рассудина. Пишите в комментариях. 3 или 2. Я так не хотел, я не хотел дробить на неделе. Давай так. Как бы ни было оптимистично, хорошо, если у тебя что-то произойдет раньше. Я считаю, что закладывать нужно чуть больше срок, поэтому 3 месяца. А вот когда производители различных драгоценных блоков говорят, что это все быстро, посмотрите, как это легко. Ага. Угу. Угу. Как показывает практика, вот это вот реальное мечтание, что за 10 дней я своими руками. В реале, если строит более-менее нормальная бригада и ей все вовремя поставляют, то могут справиться и за полтора месяца, но накидываем форс-мажоры, это 3 месяца. А никак не месяц, который все время завешивают вот эти любители, домостроители продать быстрее какой-то драг-блок. Плажные мечты месяц, это 3. Все, зафиксировали. И при этом будем считать, что когда у нас возводили двухэтажное строение, плиты, которыми покрывается это строение, уже были на участке и укладывались во время возведения дома. При этом точно так же, когда строили одноэтажный дом, вот в эти 3 месяца плиты уже тоже были заранее заказаны и возведены. Если это деревянные перекрытия, то будем считать, что работала грамотная бригада, там были свои плотники, они заранее все это дело прокинули. Благ, дело это не так сложно. Поэтому перекрытия, они войдут в этот же срок строительства. Тут же мы должны отдельно вынести каркасные дома. Тут есть такая одна интересная особенность. Когда ты видишь объявление, что соберем вам каркасный дом за 7 дней, это либо тебе привезут уже готовые панели, изготовленные на заводе, но дома вот эти 150-200 метров, таких в принципе редко где найдешь. И это чаще всего индивидуальное изготовление на месте. И вот этот срок 7 дней, который завешивают, это тоже что-то к разряду какого-нибудь там дачного домика, не более того. В реальности сборка каркаса на дом площадью вот эту вот 150-200 метров займет порядка месяца. Это сборка каркаса. Но напоминаю, каркас это только несущая конструкция. Она не ограждающая, не защитная. Ее нужно еще будет доутеплить, ветровлагозащита, плюс зашивка снутри и снаружи там ОСБ или гипсокартоном. Это тоже дополнительная работа, которую необходимо делать. Но мы немного углубляемся, в каркасниках чуть другая технология. Реально его сделают за месяц тебе каркас. И даже снаружи создадут жесткий контур из ветрозащиты и обшивки ОСБ. Внутрь пока отнесем это к отделке. Каркас влажной мечты 7, реалий месяц. Плюс хочется давать еще один момент, когда мы говорили про крупноформатные блоки, драгблоги. Теплая керамика и ежепроизводные туда же. Это занимает ровно столько же по времени. Потому что сейчас полнотелый кирпич для кладки основных стен никто не берет. А если уж кто-то захочет, то помножай это срок на два вообще спокойно. Там будут класть, класть и класть много кирпича. Поэтому мы про него и не будем говорить. Сейчас такую технологию почти не встретишь. Далее монолитные стены. С монолитными стенами есть проблема. Я помнишь говорил, опалубка дорого. Либо вариант мы делаем монолитный каркас и заполняем его крупноформатными блоками. В принципе, как бы странно это ни звучало, это по времени производства. Работ будет занимать столько же, сколько возвести из крупноформатных блоков. Монолит не дает какой-то выигрыш от стройки, если у тебя нету профессиональной опалубки. И ты не строишь массово коттеджные поселки. Любая индивидуалка займет у тебя те же самые три месяца. Хотя нам тут недавно все-таки рассказали про технологии, которые позволят ускорить и сделать быстрее стены. Не перекрытие. Но стены можно ускорить производство. И даже стало доступно домостроечка. Я вот про вот этот выпуск, в котором мы рассказывали о смарт-блоке. Но с перекрытием все равно придется поколупаться, поэтому да, три месяца отдай. И получается, что реальный срок возведения стен это порядка трех месяцев. Причем, в принципе, ну, как ты понимаешь, в любой технологии. Далее нам необходимо что? Нам необходимо возвести крышу. Дом. Опять же лезешь в эти ваши интернеты и находишь, то во влажных мечтах у людей возникает такая история, как 20 рабочих дней я недавно видел. Сделаем крышу любой сложности, 20 рабочих дней, а потом ты везде находишь от, от, от. Но 20 рабочих дней это фактически месяц. Это во влажных мечтах, в реалиях показывает, что сделать крышу, собрать стропильную систему и сделать кровельное покрытие можно за два месяца. Но это не крыша. Крыша это еще дымоходы, это подшивка, это водосточка. Все это делается и к этим двум месяцам добавляется еще как минимум один месяц. Крыша это тоже минимум три месяца, если нет логистического ада. Никаких 20 или месяц дней это все нафиг. Нужно понимать, если у вас относительно простая металлочерепица, там гускатная крыша, то это будет гораздо быстрее делаться. Если у вас получаются какие-то сложные формы, а на доме больше 120 метров чаще всего появляются сложные формы, это вот три месяца отдай. С крышами закончили, переходим с внешней отделки стены. И вот тут, тадам, у нас есть новые интересные вводные. Наши стены в бревне и брусье нельзя оставить просто так. Их нужно шлифовать, грунтовать, пообрабатывать, красить, забивать и много вот этих всех процедур. И опять, как показывает практика, где-то месяц-два на это нужно отдать. При этом эти работы критически от погоды в дождь делать нельзя. Правильно? Шлифовать дом снаружи нельзя, красть нельзя. Ничего не просохнет, сверху лезть не слезет. Даже отыжу к и пожара проходит только в сухую погоду. И как показывает этот удивительный момент, дома из бревна и бруса, которые вроде как не надо делать, оказывается, что для них должны быть очень хорошие погодные условия. Иными словами, это ясная безветренная погода, без дождя. Ну ладно, хорошо, ветер пускай дует, даже немножко прохладнее будет. Но, если начинаются дожди и сильные ветра, ни шлифовка, ни покраска, и даже обработка от жука невозможно. Шпаклевать там можно что-то еще, подбивать вот эти щели, вот поклевать вот этой всей ерундой и страдать. Можно заниматься, но не нужно. И только лето. И для многих это становится удивлением. И многие люди сталкиваются с тем, что в следующий сезон, а помним, он у нас 13 месяцев постоял, приезжает бригада и делает вот эту внешнюю обработку, и все. И ты только после этого можешь приступать к внутренним отделкам. Там то же самое, но там крыша, это не так страшно. Шлифовка, грунтовка, покраска, забивка, это в среднем 2 месяца. А во влажных мечтах, даже у самых упоротых людей, это ноль. Они думают, что у меня же дерево, все круто, все натурально. Но это прям совсем такие люди. Благ дела таких, все меньше и меньше. Спасибо Ютубу за все просвещение, которое он нам несет. Но, к сожалению, время от времени у не очень чистоплотных производителей вижу надписи, что фасад за 5 дней готовый сделать. Но производители чаще всего эту услугу не оказывают. Это оказывают сторонние бригады. Потому что производителю вот эту бревную бруссу нахрен не нужна работа, они ее дают на аутсерс. Им-то это не надо. И чаще всего это ложится на плечи самого застройщика, найти еще бригаду, которая это сделает. Не будем долго зависать непосредственно в дереве. Идем к каркасу с каркасом, с газобетоном и с керамикой. У тебя может быть, в принципе, два основных этапа развития. Либо мы делаем утепленный фасад и штукатурка, либо какой-то навесной фасад. Либо вариант номер два. Мы это обкладываем кирпичом. Да, как же у нас любят все обложить кирпичом и матом потом. И да, тут такая информация. Для всех драг-блогов облицовка из кирпича делается через вентилируемый зазор. Есть такая технология, благо дело. Тоже о немногу кто уже рассказывал. Можно найти информацию. Просто нужно учесть эту особенность и не закупорить их вплотную. Не забыть про этот гребаный вентиляционный шов. Сколько стоит обкладка кирпичом дома по времени и по деньгам, это настолько непредсказуемо. Но в среднем это занимает столько же, сколько и возведение стен. Потому что облицовка кирпичом это более сложный процесс. Штучный, красивый, расшовка. И в принципе вы должны закладывать те же три месяца. При этом мы понимаем, что мы можем ввести кладку и облицовку одновременно. Но, к сожалению, не всем это доступно. Я буду считать, что человек имел бабки и непосредственно это возводил сразу. Поэтому облицовка кирпичом она войдет в стоимость стен по времени. Не в стоимости, а в срок проведения работы. Если вы не смогли сделать этот в один сезон, то, пожалуйста, закладывайте три месяца плюсом. Это значит в реале плюс три месяца. Если все было хорошо, то ноль. Добавили. Что касается утепления по мокрым фасадам, штукатурным фасадам. Напоминаю, что это только лето. Если у вас тройка основных стен подошла уже к концу осени и зима, то заниматься утеплением фасада, конечно, можно. Но штукатурный финишный слой вы не нанесете. Это уйдет точно так же на весну, на лето. Поэтому создание фасада штукатурного с утеплением, да, оно быстрее, чем стены выложить. Это порядка полутора-двух месяцев. Давай зафиксируем, как всегда, два месяца. Это будет, чтобы спокойно. Мало ли у тебя какая-то архитектурная деталь появится. Ну, мало ли. Красота. А, слушай, мы же когда узнавали цифры, нам там обещали, чуть-чуть не будет завтра выезжаем. За две недели сделаем. Да, мы когда узнавали ролик, сколько стоит штукатурная работа. Нам что-то чуть ли не завтра готовы выезжать. Но чаще всего это какой-то развод, либо несезон. И по факту в несезон возникают те же самые задержки. И все равно люди по-прежнему думают, что утеплить и отделать фасад 10 рабочих дней. Откуда, блядь, берутся эти цифры? Я не понимаю. Но записали. Во влажных мечтах 10 рабочих дней или две недели. Что, в принципе, равноценно. Но такого не бывает. Но об этом люди узнают позже. Ну, давай. Но если это было еще непонятно из предыдущего впечатления, каркасные дома или отделываются точно так же под штукатурку, либо обкладываются кирпичом, и это те же самые сроки, самый предыдущий пункт. Что касается монолитного домостроения, если ты попал в сезон, это точно так же отделка фасада будет 2-3 месяца занимать при условии, а там никакой разницы нет. Это то же самое, как с теми предыдущими. Все то же самое. Что у нас осталось? Инженерной коммуникации. Будем считать, что у тебя другая бригада работала, или ты специально нанимал, которые во время возведения всех твоих предыдущих этапов уже заранее подвели канализацию, прокинули ее, я говорю, другая бригада работает с вашими, или, может быть, те подтянули. Развели канализацию, подвели воду, завели электричество, в принципе, ничего там сложного нету, когда понятны точки, куда нужно подводить, там все достаточно легко не преждет. Сделали септик на участке, там, возможно, сделали дражную систему. Это все по-хорошему можно считать равно строительству дома по времени. По-хорошему. Но это в идеальном мире. Как показывает практика, если у вас на одном объекте появляются две бригады, они начинают ху** мериться. Они начинают выяснять, кто из них главный, начинают сраться, и срок реально увеличивается основного строительства и того, и другого, и заканчиваются скандалами. Поэтому, по факту, вот эти инженерные сети отдельно подводят люди, когда уже как бы основная стройка закончена. И это в среднем занимает от двух до трех месяцев. Во влажных мечтах ноль, в реале два-три месяца. Я, грубо говоря, всегда по-большему три месяца. Что касается черновой отделки, то в таблицах можно учитывать тот же срок, что и снаружи отделки. Вот это займет те же два-три месяца. У всех примерно одинаковые. При этом, почему, откуда берется такой срок? Работа разводки электрики, это там две недели в среднем. Разводка труб коммуникации, это там еще две недели дополнительно. Плюс выход ребят, которые будут делать там полусухой стяжки полы, или, к примеру, штукатурить стены, ставить маяки. И вот это все совокупно, вот эта черновая подготовка вся с инженеркой разводки, будет где-то три месяца. В идеальном мире. А как же каркасники? Давай надо обязательно отдельно отметить каркасники, потому что, когда их делают, вот у нас, помнишь, были стойкие и наружная какая-то защита. Внутри, когда делают утепление и зашивку гипсокартоном или какой-нибудь вагонкой, то даже сразу же еще закидывают все необходимые коммуникации. И тот срок, который на черновую отделку и на коммуникации в каркасных домах можно не разносить. Они в едином элементе. Иначе смысл. Они реально экономят три месяца. Если у всех остальных должно быть по шесть месяцев, правильно? По итогу в каркасниках сделают быстрее, по итогу за полтора месяца. Потому что там неразрывный процесс. Там народ жопами не трется. Это все происходит одновременно. В представлении многих людей вот эти влажные мечты, как я говорю, срок, который люди закладывают на черновые работы и разводку инженерки, они считают как? Ну как вот электрики, они же могут работать отдельно? Могут. Им нужно там, ну им сказали, ну неделю электрику. Сантехи сколько? Тоже неделю. Вравнивание стен? Тоже неделю. Полы? Неделю. И они что делают? Правильно. Они думают, что все могут работать одновременно. Но в лучшем случае будет небольшой какой-то затык. Люди чаще всего о влажных мечтах считают две недели. Пи***ц. А по факту три месяца. И это ровно то же самое касается и внутренней уже чистовой отделки. Положить нормальные полы, сделать нормальные стены, навесили штукатурку или поклеить обои, сделать потолки. Каждый отдельный этап будет занимать минимум две недели. Потому что мастера должны заехать, сделать свою работу, убрать за собой, сдать работу и уехать. Люди же очень часто думают, что ему одновременно будут делать полы с потолками. Но это мы сейчас вообще не рассматриваем. Чаще всего люди закладывают во влажных мечтах месяц. По факту в лучшем случае это три. В каркасе как точно так же будут те же три месяца. Никуда не денешься. Поклейка обоев нигде ничего не отличается. Все то же самое. Есть еще определенный нюанс, который можно обмусоливать до усрачки, но нам нет в этом необходимости. Мы просто подбили общий итог. Такой усредненный, чтобы дать понимание. Давай соберемся, бери все это дело в таблицу. И получится, когда ты возьмешь и просуммируешь в табличке все вот эти собственно говоря сроки. Во влажных мечтах люди по итогу вот любой дом причем не имеет значения он деревянный, кирпичный. Когда рассуждают, говорят, что мы сделаем за шесть месяцев. А в реалии если посчитать, то получается 22 месяца. При этом я не упомянул еще один очень интересный момент, который даже вот эти 22 моих оптимистических месяцев на самом деле раздвигает достаточно сильно. Как только ты разрываешь процесс, иными словами ты что-то сделал и остановился, то ты можешь спокойно в любой технологический разрыв засовывать минимум две недели. Это то время, когда бригаде нужно заехать, подготовиться, начать работать. Просто банально завести бытовку, завести инструменты, привести людей. Для любой бригады это необходимо. Да, есть какие-то работы, которые можно ускорять или делаются там одним днем, но что-то большое глобальное так не делается. Поэтому в реалии, если мы делаем все единым циклом в 22 месяца, можно уложиться, ну давай два года, вот так проще. А по факту за счет разрывов технологических процессов получается удвоение срока. Реально три года строится дом. При этом нужно обязательно с тобой напомнить один момент, что вот в среднем можно сказать, что напомнить мне Михаил, а ты забыл вообще-то, что каркасники быстрее собираются, и да и с монолиткой можно быстрее. Да, есть такие пруфы, когда дома специализированной организации, такая, например, как те же ребята там смарт-блока, когда у них все готово, типовой проект просчитан, они запилили дом за 9 месяцев, но они сами охерели от этого, они сами удивляются, как такое получилось, потому что они точно так же прекрасно понимают, что это нереальный срок. Полтора-два года отдай всегда, и при том, что это одна организация в рамках себя постоянно ведет проект, не коробки строит, клепает и продает, а доводит дом до жилья, и этот процесс такой, растянутый во времени. Для человека, который работает с бригадами попроще, или если он пытается где-то там что-то экономить, как я сказал, срок увеличивается на 50%. Отдельно, особняком, стоят каркасники, их реально полностью делать за год, чтобы там все это дело жить, но в реалии практика показывает, что это все-таки скорее исключение. Чтобы каркасник тебе сделали под ключ, все по-взрослому, на месте, это делают очень мало какие организации. Чаще всего люди продают, точнее говоря, не люди, а застройщики, коробками, и все считают строительство дома по коробке. И поэтому, к чему ведем весь этот выпуск? Когда тебе говорят, что за полгода ты получишь дом, ребят, чаще всего это развод, ну а мы уже вот в этом выпуске об этом говорили, подробно рассказывали, почему тебе проект не нужен. Срок не смещается по желанию людей, чаще всего он только отодвигается. Поэтому, я всегда ориентирую любого человека, что строительство твоего дома, в который ты сможешь заехать, это 2-3 года при достаточном, ключевое слово, достаточном финансировании. Это значит, что у тебя лаве на кармане есть на все. Если ты не имеешь полной суммы на строительство всего дома, ведь многие как, заработали, построили, заработали, построили, заработали, построили. Здесь в таком случае прогнозировать реальный срок завершения строительства невозможно. В самом лучшем случае это примерно 5 лет вваливаться в строительство, если не имеешь как бы общего финансирования. И насчет финансирования, блин, я уже тысячу раз, наверное, говорил, да, вот в этом выпуске я говорил, сколько считать, пожалуйста, по срокам все это складывай. Но убедительно рекомендую в своих планах учитывать именно 2-3 года. Помни, 6 месяцев тебя нахерут или отдадут коробку, а тебе с ней не жить. Хотя нет, почему некоторые живут в коробке? Мы таких знаем. В этом выпуске мы не касались домов, которые делаются не индивидуально, а заводского изготовления, которые можно заказать, тебе привезут и уже изготовлены на заводе и очень быстро соберут. Потому что тут сроки начинают просто летать в разные стороны. Есть производители, востребованные, у которых очередь на производство составляет до 1,5-2-3 лет. Их с ним смысл, вот прям люди стоят, заказывают дома и ждут. Да, какая хрен разница, что его соберут у тебя на участке за 7 дней, если ты до этого их будешь несколько лет ждать. Учитывать это невозможно. Да, бывают модульные дома, которые уже стоят по сути говоря готовые, тебе нужно только дать им основание, тебя прям возьмут и перевезут. Ну, а модульных домах мы уже, блин, вот полный гайд даже разбирали, поэтому это в другую калитку. Здесь мы говорим все-таки о более таких традиционных методах строительства. Поэтому если тебе прям пипец усраться нужен дом, то рекомендую смотреть в сторону каркасного строительства. Если у тебя время не горит, можешь спокойно себе строить бревенчатые дома. Благ дела, прям не горит, не горит, там, ну, когда-то он отстоится. Если подходить разумно, то закладывай разумные сроки. На этой кому-то может быть приятной или неприятной ноте не хочется заканчивать, хочется на приятном. А приятное мы прикупили очередную нам игрушку, чтобы улучшать картинку, наработать над качественным видеопродакшеном, благодаря вот этим ребятам, которые поддерживают нас донатами. Если ты хочешь присоединиться к ним и помогать нам создавать больше полезного контента, пожалуйста, есть донаты. Тем, кому интересно смотреть расширенные версии наших выпусков, то welcome на Boosty. А кому может быть просто интересно наблюдать нас в соцсетях, пожалуйста, вот там тележника, злограммы, вкшечки, дзены, вот всего вот этого, пожалуйста, можно потреблять нас где угодно, при этом мы даже стараемся в разных местах делать какие-то фишечки, например, в телеге мы там вот такие штуки выкладываем. И вот теперь на этой позитивной ноте господа, обнял, девчонки, люблю, целую. Пусть это время, которое строится в ваш дом, не касается вас. Пусть вспоминается анекдот про третикурс. Ладно, я просто что-то дико устал. Погнали монтировать. Давай.